Добровольное страхование Край и страховщики объединились Но все же мы видим ситуацию, когда люди неохотно страхуют свое имущество В чем причина? Здесь есть несколько причин Прежде всего я считаю, что население надеется на то, что если что-то произойдет, то должно помочь государство В лице местных властей или краевых властей Это первое Второе Я считаю, что в настоящее время население подготовлено слабо в вопросах знания страховых программ И вообще, как можно заключить договор страхования Как вести себя в процессе действия этот договор А самое главное, что же делать, когда произошло какое-то событие Страховой случай Да, страховой случай Наверное, вот это несколько причин То есть надежда на государство У меня это не произойдет И незнание своего поведения в той или иной ситуации Порует тому, что люди неохотно идут на страхование И, наверное, еще один такой вопрос Это недопонимание того, что в бюджете каждой семьи должны быть всегда определены деньги Какой-то размер Ну, как свидетельствует, мировая практика порядка 15% Которые ежемесячно или в течение года должны быть использованы на заключение договора страхования В том числе и страхования имущества Вот если говорить о мировом опыте В Америке застраховано около 95% жилья у жителей Америки У нас всего 5 по статистике Нужно менять ситуацию? Да, нужно И, видимо, поправки к закону, который сейчас принимается Который предполагает два основных направления Это первое, на самом деле, сделать доступность финансовых услуг для населения Абсолютно понятной и прознарочной для людей Снизить, снижать постепенно выплаты из бюджета по страховым случаям Хотя мы понимаем, что в любом случае государство так или иначе поможет человеку И сделать наши финансовые услуги более доступными, более понятными, более прозрачными И тут должна быть и активность, естественно, страховых компаний По доведению вот тех программ страхования И все-таки, как все это заключить, как сопровождать договор страхования Вы говорите о доступности и прозрачности финансовых услуг В чем это заключается? Это заключается в том, что человек, затрачивая какие-то денежные средства на страхование Должен понимать, в каком случае... Куда они пойдут? В каком случае и когда он получит возмещение Потому что страхование, во-первых, предполагает событие, которое произошло внезапно Это первое Второе, человек должен понимать, а сколько на самом деле ему необходимы денежные средства Для того, чтобы возместить тот ущерб, который произошел Ну, если мы будем говорить о квартире или жилом доме С домом может что-то произойти Естественно, необходимо будет восстановить этот дом Мы даже говорим о том случае, когда просто нанесен ущерб Надо понимать, сколько денег потребуется для того, чтобы восстановить То есть провести большой ремонт Ну и надо думать о том, что, а если наступит такое событие В результате которого дом или квартира придут в непригодность для использования Это тоже надо рассчитать Иди деньги, исходя из этой суммы И заключить договор, чтобы компенсация была адекватная тому ущербу, который произошел с жилым помещением Кстати, о возмещении Все-таки бывают случаи, когда страховщики пытаются юлить и выплатить не всю сумму по страховке Как быть в этом случае? Какие компании работают у нас в крае? Это будет надежное вложение денег? Вот по этой программе прошли конкурсный отбор 10 страховых компаний Это компании финансово устойчивые И я бы здесь хотел сказать о том, чтобы наш страхователь То есть тот, кто заключил договор страхования Все-таки внимательно разобрался с теми особенностями страхования С правилами страхования Что необходимо действовать Как необходимо действовать в случае страхового события И понимать, какое возмещение он получит Заключив договор страхования на 1 миллион рублей Надо понимать, что максимальная выплата, которая может быть по этому договору 1 миллион рублей Не выше того Соответственно, как по нашей программе На 500 тысяч Соответственно, выплата в пределах 500 тысяч Хотя этого может быть недостаточно для возмещения того ущерба Который наступил в результате страхового случая За что человек может получить страховку? Что входит в страховой комплекс? Есть такое понятие объекты страхования И есть страховые риски Если говорить об объектах страхования Мы принимаем по данной программе На страхование жилой дом Или часть жилого дома Соответственно, квартира или комната В том числе и в коммунальной квартире Насколько можно застраховать свой дом? На миллион, да? Можно на 500 тысяч Можно на 1 миллион Это максимальная миллион? Да, по нашей программе на сегодня это максимальная миллион Но что мы берем на страхование? Мы берем на страхование основные конструкции Отделку внутреннюю для квартиры, для дома Это внутренняя и внешняя отделка А также инженерное оборудование Которое находится в данной квартире или в данном доме Что касается рисков То в отличие от программы Которая сегодня применяется у нас в центральном округе в городе Москве Мы берем не только риски чрезвычайных ситуаций Но и риски бытового характера То есть пожар однозначно Стихийное бедствие Или это опасное природное явление Геологического, гидрологического, метеорологического характера Также мы берем аварии водопроводных систем И берем взрыв по любой причине То есть если говорить Аварии водопроводных систем И взрыв по любой причине Это не относится к событиям чрезвычайного характера Или стихийным бедствиям Тем не менее мы по данной программе Берем их на страхование Если говорить о несчастных случаях Я бы хотела остановиться на Крымском районе Была трагедия там. Прошлый год это Ейский район, Должанка. Если бы люди страховали свое имущество, они бы получили деньги, крайне потратил бы огромные суммы из бюджета. Насколько это поможет облегчить страхование добровольное, сохранить и краевую казну, и людям застраховать себя, обеспечить себя в случае чрезвычайных ситуаций. Это нужно делать тем, кто живет в сложных районах? Это необходимо делать всем, но я соглашусь с вами в первую очередь задуматься тем, кто находится в таких районах. Что касается затрат бюджетных средств. На самом деле события, прошедшие несколько лет назад, потребовали огромных затрат из бюджета в разных уровнях. Сегодня наша программа предполагает выделение части бюджетных средств в фонду развития жилищного страхования. Эти суммы уже поступили в 2014 году. 4 миллиона 160 тысяч. И до 2018 года поступит порядка еще 50 миллионов рублей. Это в бюджет фонда развития жилищного страхования, который предполагается израсходовать только на возмещение того ущерба, который наступит в результате страхового события. При этом страховая компания заключает договор страхования, потому что мы фонд не страховая компания. Заключив договор страхования, если произойдет страховое событие, приведшее к страховому случаю, 70% от ущерба выплатит страховая компания и 30% выплачивает фонд из этих бюджетных средств, которые ему выделены. Ваше отношение, которое вы сказали в Госдуме, сделать добровольное страхование обязательным? По нашей Конституции человек имеет право распоряжаться своим имуществом так, как он считает нужным. И мы не можем человека заставить ввести обязательное страхование своего имущества. А вот что касается любой ответственности, в том числе, если возьмем пример, человек живет на третьем этаже, что-то произошло у него, соответственно, залил своего соседа на втором этаже. Вот что касается ответственности, она у нас уже сегодня распространена по ряду видов деятельности, обязательно страхование ответственности, то этот вопрос может рассматриваться, Но по большому счету каждый человек, проживая в многоэтажном доме, должен понимать, что на самом деле может наступить вот такое событие и иметь полис страхования ответственности, он относительно стоит недорого. Такой полис можно иметь абсолютно обратившись в любую страховую компанию, в том числе при заключении нашего договора по программе. И, соответственно, любой владелец жилья может обратиться за дополнительным полисом по страхованию домашнего имущества, которое не включено в программу. И, соответственно, гражданской ответственности это касается прежде всего многоэтажных домов. А для малоимущего населения нужно вводить льготное страхование? Была и такая инициатива. Вы знаете, мы, когда разрабатывали эту программу, страховые тарифы предусмотрели на порядок ниже, чем предлагают по обычной программе. Учитывая то, что 30% возмещения идет из бюджета, соответственно, страховые компании дали согласие на то, что данные тарифы будут низкие. Что касается компенсации человеку на страхование, которым он средствует, ну, это уже, наверное, больше относится к местным органам, хотя это данной программой у нас не предусматривается. Независимо от положения, соответственно, страховой взнос определен для всех одинаков. Насколько сложная будет процедура для человека, который захочет застраховаться? Как долго, какое время займет это все, оформление документов? Мы осуществляем реализацию полисов двумя вариантами. Первый – это прямая продажа, когда сотрудник страховой компании, назовем ему агент, приходит к владельцу жилого помещения и продает ему полис. Эта процедура, ну, она может занять полчаса. Если человек захочет узнать все подробнее, она может и в течение часа продлиться. То есть это оформляется быстро. Второй вариант, который мы предполагаем, это оферта, это уведомление в одностороннем порядке, со стороны страховой компании, владельца жилого помещения, с предложением о заключении договора страхования своего жилья. То есть процедура несложная, много времени это не займет? Много времени не займет, но я бы хотел сказать, что надо относиться к этому очень внимательно и скрупулезно. Стоит ли человеку нанять юриста, чтобы он помог ему разобраться с бумагами, с документами? Я считаю, при заключении договора это не обязательно, потому что там все, ну, должно быть, по крайней мере, понятно. Что касается при возникновении страхового события, который может потом призван быть страховым случаем, я считаю, по желанию самого владельца. Сегодня у нас, на самом деле, эти услуги доступны, действия адвоката. Но я думаю, что, учитывая то, что со стороны Фонда развития жилищного страхования будет осуществляться контроль за правильностью или обоснованностью выплаты, или обоснованностью отказа от выплаты, я думаю, что это не потребуется. Но это право человека, и мы не можем его лишать этого права. Николай Павлович, спасибо вам большое, что нашли время и пришли к нам в студию. Я напомню, у нас в гостях был директор Фонда развития жилищного страхования края Николай Белоконь. Всего доброго и до встречи на телеканале Кубань-24.